МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – відновлення історичної справедливості. З нами голова громадської організації «Пошук Дніпро» Андрій Бішко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрій Бішко – керівник громадської організації «Пошук Дніпро». Освіта – Запорізький державний технічний університет. За фахом – інженер. Одружений, виховує сина. Хобі – історія. Андрій, радий вітати в нашій студії. Власне, перше питання – ви людина з технічною освітою. Чому зацікавилася такою чисто гуманітарною наукою як історія? – Це увлечення було ще присуще в дитячні годи. Як і для всіх мальчишек ранніх, були фільми про війну, були гри з дерев'янімі автоматами в дворах. І це завжди було інтересно. Потім, як говориться, книжки більше, як говориться, прочитати по війну. Але це німного позже. Після служби в армії прийшлося поработати і по контракту. І, звісно ж, коли працював по контракту, попав на таке мероприятие, як поиск солдат. Для мене це було новим, для мене це було неизведанним. З людьми. Це було в Запорожській області. І коли я побачив з боку, що вони роблять і що відбувається, я тоді все перевернулося і я зрозумів, що це має. Ну і все-таки, від процесу захоплення до професійного вивчення історії. Це був довгий шлях? Як стався цей перелом у вас? Це дуже довгий був путь, тому що на почальних етапах, можу так сказати, практично з 95-го року, в нашій країні це було офіціально неурегулированне відбування. Пошуковців. Пошуковців. Були групи, допустим, там в Києві, були групи в Харкові, були групи, допустим, в Синельниковському районі, це відкудово наш Пошук Днепр сам пішов, іменно котрі непосередньо займалися. Люди їздили на вахты, хоча движення пояскове ще тянеться з союзних времен. Организовувалися, можна так сказати, молодежні комсомольські вахты в містах кровоприлітних боїв в Росії, в основному в Новгороде, под Москвою, Смоленскі. Ну а на території України таких именно глобальних не було, таких именно движений. І от, що сказати за інших, не можу, тому що с ними не було. А наша, допустим, організація, она реформувалась, она обрастала, она крепла, становилась на ноги з-за проведення таких робот. С практикой більше ми сталкивались, ми більше виїжджали, ми більше отрабатували методику, в виде нет інститутів і нет професії, такої, як поисковик. То есть все делалось на общественних началах. Ну і є сумішні професії археологи, наприклад, колись у нас в університеті була така спеціальність, здається, зараз немає такої спеціалізації на історичному факультеті. Да, такої нет, тем более, допустим, наша работа, я могу назвати, работа, она специфічна, она заключає в себе не тільки археологічні знання, познання, то есть умение работать з землєю, але це ще плюс колосальний труд, роботи з архівами, споставлення. То є в поисковике понемножечку, можна так сказати, заключається кожного по чу-чуть, і археолога, і чоловіка, який працює з чоловічними останками, якщо такі таки і робота з технікою, то є потрібно определити, з чим ми маємо діло, коли проводимо роботу. Ось дуже багато спеціалів. Тобто треба знати і саперне діло, то есть в результаті роботи сопровождається постійно яким-то, можна так сказати, з боєприпасами, які залишились після Второї мирової війни. Тому треба знати, чим ми маємо діло на самом деле. Питання до вас, як до інженера, від людини, яка є за фахом істориком. Чим з вашої точки зору відрізняється професійний історик від дилетанта? Наприклад, я себе професіоналом не можу назвати, оскільки в принципі в цій професії не працює. А ви навпаки працюєте. От у чому різниця між дилетантом і професіоналом? Ну, я не могу определити дилетанта или професіонала. Якщо ми изучаємо узкий пласт Второї мирової війни, то ми, знаєте, не виходимо за його рамки. Ми не лезем далі до какой-то категории временной. Тобто, якщо була війна з 1939 по 1945 годин, це, я считаю, літолічне моє мнення, то ми в цьому узкому профілю ми і роботаємо. Тобто, изучає документи, изучає архівні матеріали і у нас, виходить, практика підтверджується іменно архівними документами. Или же ми не підтверджуємо її. Тобто, розвияння слухів теж присутствують в вашому ділю. А за вашими спостереженнями у пошуковці йдуть, в першу чергу, хуманітарію, це технарії, чи незалежно, є у людини освіта, немає, це чисте захоплення. От хто йде у пошуковці? В поїсковіки йдуть люди різних, професій, різних сословий нельзя запретити человеку, нельзя установити, що ти нам підходиш, ти нам не підходиш. Наприклад, в нашій органіцій є люди і педагоги, є составні військові, є люди із органів, є люди, закінчувши университет Лесі Гончара по архіології. Разні люди є, і образовання теже разне. І технікум, і высші образовання, і военні. По-разному. Ну, от ви згадали, що пошуковців, зокрема ваша організація «Пошук Дніпро», в першу чергу цікавить період Другої світової війни. Це 1939-1945 роки. А чому так? Чому інші періоди менше цікавлять? І чи у всіх організацій так? Не всіх. Я буду говорити за свою організацію. Пошук Дніпро, він сам по себе організувався в 1983-м році. І цілею його було поиск солдат, погибших в воєнних конфліктах. А, до речі, трохи детальніше про історію. Як виникла взагалі ця ідея створити організацію? Це була ще радянська влада? Це Андропов перевладі був в 1983-й рік? Да, це був Андропов. Тобто, на базі Синельниковської школи є такий чоловік, він, так сказати, дуже старий поисковик в нашому справі. Це наш основатель Трушенко Євгений Григорьович. Он був преподавателем военной подготовки в одной зі Синельниковських школ. І на базі цього всього організувався поисковий отряд із своїх же учеников. Вони занимались в то время. Конечно же, тоді не було ні приборов, ні чого. Ні занимались поиском солдат. І у них це получалось. І вот с того времени наша організація зародилась. Потом організація сначала була районного уровня, потім она вышла, ми зарегіструвалися на обласной. Тобто люди підключились, люди, многие начали узнавати, чим ми займаються, начали в організацію приходити, дошли до обласного уровня. В 2007 році перерегіструвалися, стали обласного уровня і вже працювали по Дніпропетровській області. Тобто розповість кожен період дуже дуже багато времени займаються. Робота шла с 1983 року. І все таке, чому період дорогу і святової війни? Ну, потому что, ну, как вам сказать, изучая историю, допустим, для древней истории, для середньовеков есть археологи, есть люди, которые учатся на это, на эту профессию, изучают малейшие детали, то есть люди, которые работают с курганами, работают по историческим данам. А наш пласт Второй мировой войны, он, почему, допустим, такой, он самый неизведанний, самый неизведанный, и он... Хоча, так давно це було. Да, оно вроде бы недавно все було, но по большому счету очень много фактов забыто, очень много мест, люди не знают, что там происходило на самом деле. Вроде бы, казалось бы, война прошла по территории Днепропетровской области, даже не надо далеко ездить, страшная война, и до сих пор, вот по сколько лет прошло, 70 лет, мы ищем, мы находим каждый год убитых солдат на полях боев, мы их вынимаем, достаем, перезахораниваем. Ну, а конкретно назвать, почему именно, возможно, это призвание какое-то, возможно, категория людей, которые объединяют именно, знаете, как долг перед тем поколением, которые выиграли эту войну, вот, потому что многие люди к нам приходят, мы даем возможность попробовать свои силы у нас в организации, вот, одни не выдерживают, не выдерживают, потому что, ну, это не мое, говорят, это вот, мне бы такое, что-нибудь, с историей там найти какие-то монетки, найти что-нибудь, и это достаточно. Физично или психологично? Психологически, больше психологически, потому что поиск именно солдат Второй мировой войны, это самый, мне кажется, один из самых тяжелых трудов. А взагалі, еще много организаций на сегодня существует в Днепрі и в области, что занимаются поиском предметов минувшних, скажем, не только Другое святое войно, и какие у вас, так бы, мовите, и отношения с ними? Вы дружите, вы конфликтуете, вы намагаетесь, что называется, не бачите работы одного-одного, как взагалі взаимоди? В организации, которые занимаются именно периодом Второй мировой войны в законном правовом поле в Днепропетровске только наша поиск Днепр. Восточный вал, ребята, они тоже параллельно занимаются и реконструкцией, и поиском. Это вот две организации, которых я знаю именно об официальных, которые получают разрешительные документы, которые работают именно в правовом поле. В Кривом Рогу тоже существует поисковая организация, ребята занимаются более западным направлением, то есть именно западной частью Днепропетровщины, Криворожско-Никопольской наступательной операции и работают именно в Кривом Рогу. Вот, получается... Ну, вот вы сказали, что, в принципе, организации, которые действуют в законном поле. А взагалі, чи тяжело зарегистрировать пошуковую организацию? Чи можно, грубо говоря, зарегистрировать обычную громадскую организацию и заниматься пошуком? Как иде цей бюрократичный процесс? Организацию зарегистрировать возможно. Подать документы в юстиции и получить все полностью документы. Но, кроме зарегистрированной организации, еще нужно иметь специалистов в организации, которые получат разрешительные документы из Министерства культуры на проведение этих работ. Ведь мы каждый год получаем разрешительные документы, то есть разрешение на проведение поисковых работ на местах Второй мировой войны, который подписан четвертый. Крепнее листы, как чайно помаляется. получается такой лист, который в конце года мы сдаем отчет о проведенной работе, то есть разрешение выдается специалисту, специалист, который находится в организации. А вот получить именно такой лист, я думаю, что, наверное, непросто. Нужно, во-первых, практической деятельностью показать именно то, что ты специалист, что ты можешь работать на местах конфликтов, что ты можешь работать с останками солдат, которые находятся. То есть это не просто так, взять и начать работать. Нужно пройти, ну, не то чтобы маленькую школу, а нужно пройти практику. Вот. И мы всю дорогу нашего существования, сколько вот мы с 2000-х годов, мы работали в связке, можно так сказать, в отношениях коллег с Днепропетровским областным центром охраны историко-культурных ценностей. Это орган областной наш, который визирует наши документы, который следит за выполнением работ. И чтобы получить такой вот разрешительный документ, нужно, можно так сказать, пройти огонь, воды, медные трубы. А вот вы сгадали, что фактически две организации, я так так понимаю, занимаются в Днепре. Так, а насколько часто вам доводится стыкаться с проблемой так званых черных археологов? Ну, с черными археологами боремся всю жизнь. Знаете, есть категория черных археологов и категории, они, знаете, черные археологи, они распределяются на несколько пунктов. Первый, можно так сказать, ну, я бы не назвал их безобидным. Жизнь заставила очень многих пойти в поля, колхозников, тех же самых, селян и собирать этот металлолом. Конечно же, они понагупляли дешевые металлодетекторы на базарах и охота у них чисто за металлом. Ну, понятное дело, что в полях среди металла, то есть на старых тракторных бригадах или часто находят именно останки солдат. Вот. Одни, сообщают, что вот там-то было, вот там-то знают, мы реагируем туда, выезжаем, забирали. Другие же, обобрав металл, могут оставить кости в мешке. Ну, вы знаете, это происходит на неподсознательном каком-то уровне. А другая категория людей, это, которые специально охотятся за артефактами, которые разрушают пласты от войны, то есть они работают на местах проведения, где раньше были бои, и это делают нелегально. Ну и понятное дело, что за этим очень большие последствия идут. Это и вырытые из земли боеприпасы, которые они оставляют наверху, и кости, разбросанные по полям, и незарытые ямы, и работа по посевам. Очень часто бывает, чтобы не видно. То есть горе они очень много привыносят. Но мы все-таки имеем общий контакт и имеем очень большие, тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Они заинтересованы в том, чтобы, так сказать, ликвидировать вот такие вот последствия. И мы работаем в связке с этим. Мы с этим так же само боремся. Ну, а вот когда вы без посереднего с ними стикаетесь, да? Ну, были такие случаи, до речи? Были. Да, да, от про это докладнее, если можно. Были такие случаи, были такие случаи. Мы, я лично, так сказать, мы готовились к середной экспедиции. Я выехал на автомобиле и смотрю, посередине поля стоит машина, вроде бы как так за курганчиком. Тут сразу же без слов, понятное дело, что занимаются нехорошими делами. Я подъехал, смотрю, двое личностей. Я забегу немножко вперед. Знаете, если бы было бы ребятам по 20 лет и они не знали бы, что они делают, мы бы на это дело бы, знаете как, дал бы лопаты по заднему месту, один бы раз бы предупредили все. Взрослые люди под 50 лет спрямованно занимаются, тем более соседние области. Пришлось вызывать наряд полиции, приезжали, разбирались, в общем, создали очень большие проблемы этим людям. А какая, в целом, это предупредительная ответственность? Этот вопрос вообще такой, я не могу сейчас оперировать статьями, я не могу сейчас так называть, что за это может быть. Но это криминальная ответственность в любом случае, потому что здесь незаконное проведение земельных работ на территории, я так считаю, что это культурная спадщина. До речи, я спілкувался с историками, как вы ставите вообще до такого термения, как черный археолог? Потому что у суспильства так иногда выникает романтичный образ этих людей, которые фактически правопорушены. Чи вважаете вы правильно называть их черными археологами? Або, возможно, какой-то новый термин нужно придумать для них? Кравии, например. Черные археологи здесь не выделяются. Это общая группа людей. Знаете, можно стало модным таким черным археологом. Ты можешь ходить и монеты искать, ты можешь называть себя как хочешь, работать на распаханных полях, где уже курганов нет давно. Ты что-то там нашел, вроде бы как старают какую-то вещь, ты ее не сдал в музее, ты ее оставил себе и подсознательно думаешь, что ты допустим черный археолог. Но это все мелочи. За это конечно же называть и как-то утрировать, ставить на этом жирную точку нет. А люди, которые, я бы наверное называл скорее всего преступникам, которые грабят курганы, которые выворачивают поля именно с целью поиска артефактов, с дальнейшей ее продажей, это уже мне кажется, что преступники именно в поле именно культурного наследия. Давайте поговорим больше про безусловно вашу работу. Какие интересные находки периода Другое святое войны вы находили последнее время? Ну в последнее время пошло вместе раскопок каких-то конкретных каких-то вещей в материальном плане. Мы уже наверное давно от этого ушли. Для нас более ценная вещь это идентификация допустим разбитой техники, идентификация его экипажа, то есть работа по поиску родственников, то есть установление полностью исторического факта в законченной форме. Вот например в прошлом году 2019 году у нас летом была экспедиция в Синельниковском районе. Мы работали на месте падения штурмовика Ил-2. Искали этот штурмовик два года. Неоднократно выезжали на это место и вот в апреле 2019 года мы все-таки определили локацию куда он упал. Чистое поле никаких неям ни признаков. но можно так сказать нашли локацию где были разбросаны очень много деталей. Доречи уточнивающее питание как знаходы локации зазвучат это местные жители кто-то вас повещает как это вообще бывает. История может быть вообще длинная. Если рассказать именно об этой истории то в 2017 году мы работали на месте падения еще одного штурмовика и дыма знаете без огня не бывает. Местные а вот там то может быть еще упал еще вот здесь то есть показывают вот там где-то за горой еще один самолет. А потом в процессе работы в процессе неоднократного выезда на те же самые места и вот как-то люди а вот вы знаете их же все-таки в тот день упало два и мы как-то зацепились за эту ниточку их упало два а кто конкретно знает а вот там из соседнего села вот там то дедушка такой-то есть мы поехали к этому дедушку дедушка действительно рассказывают вот так вот так было я был маленький там бегал смотрел действительно один упал туда а этот упал за эту гору ну за эту гору это без конкретного места без конкретной привязки вот почему мы и зацепились вроде бы как за этой горой и началось методическое изучение то есть на местности работа с приборами которые работают по поверхностному металлу вот нашли зацепку нашли фрагменты алюминия нашли фрагменты ленты боекомплекта и зацепились вроде бы как место вот вышли туда с более же профессиональной глубиной техникой нашли локацию где непосредственно давил именно большой сигнал и самое что интересное поле узнали поле должно было стать под засев под подсолнечник переговорил с фермером с фермеров узнав что здесь у него на поле находится такой объект выступили разрешил работать по посеву попросил аккуратно все и мы работали у него там отработали вахта стояла 10 дней пришлось глубины до 3 метров выбрали останки самолета Ил-2 среди них нашли фрагменты мелкодробленных гостей это были фрагменты экипажа но это процесс не весь нам очень сильно помогали дети нам помогала очень сильно громада зайцевская вот и питание было и детвора нам помогали мыть фрагменты этих фрагментов самолета потом за этим последовало изучение этих же обломков изучение этих фрагментов и мы вышли на несколько номеров и с помощью авиаспециалистов ну можно так сказать я не побоюсь даже такого союзного масштаба вот которые работают с подольскими материалами которые располагают непосредственно информации нам ребята подсказывали как делать где искать на что обращать внимание и мы нашли два номера они были в плохом конечно состоянии на алюминии вот мы обратились в Днепропетровский областной центр криминалистики Каратаеву Владимиру Николаевичу и официально отдали на анализ фрагменты двигателя и нам установили номера по этим номерам мы установили экипаж и в экипаже был значит стрелок который не вернулся тогда задание был наш украинский офицер младший лейтенант Лернер Лев из Камец Подольск а от на цьому месте в цьому районе были найдены лишь радянские летаки или какие-то другие были оскільки я так знаю мы поза эфиром спілкувались с вами на один раз что была такая верогидность что там десь сбиты люфтваффе нет по данным мы когда изучали архивный материал по данным вроде бы как в результате этого боя одним из самолетов стрелком был сбит мистер шмейт 109 где-то упал вроде бы как недалеко но это будем исследовать еще эти районы возможно конечно же и наткнемся на немецкий истребитель но это мне кажется что маловероятно потому что все таки мы изучили бой в котором погибли эти два самолета которые последние мы находили бой был скоротечным и немцы не заявляли о потерях своих именно в этом бою своих истребителей но смотрите такая ситуация даже не про этот конкретный эпизод восстановлена конкретная история найденные артефакты как подальше доля этих артефактов куда пошуковцы их передают артефакты передаются в первую очередь это мы на рассмотрение даем нашему музею Яворницкого вот национальному то есть артефакты которые имеют непосредственную ценность которую можно было бы выложить в музее а в основном найденные и изъятые из земли в результате работ передаем Коровичевские музеи на территории которых проходили именно наши работы А как происходит процесс перепохования залишки в солдат Процесс захоронения солдат это тоже своеобразный такой долгий путь это все-таки люди останки людей погибших людей найденные в местах боевых конфликтов которые должны потом останки которых должны будут погибены и так положение в местах братских захоронений ближних самых братских захоронений то соответственно если мы работаем на территории Зайцевской допустим громады то есть село есть воинский мемориал вот и делается там ряд документов очень серьезных документов потому что работа на историческом памятнике вот на мемориале то есть именно после прохода этих документов именно и происходит это захоронение а как бы ты заложками солдат нацистской немечной та краин союзниц что воевали на боце немечной у нас в Украине уже очень долгое время еще с начала 90-х годов работает организация фольксбунт которая непосредственно занимается поиском немецких солдат поиском немецких захоронений у нас очень тесное сотрудничество то есть в результате обнаружения нами солдат противника мы сообщаем или же передаем останки именно фольксбунт который у них уже на свое смотрение именно у них есть специально своя программа захоронения именно солдат на территории Украины и они уже занимаются этим самостоятельно а как вы загадывали что передаете артефакты до исторического музея как происходит процесс сповпрации с центром охороны памяток с историческим музеем вы находите в таком союзе вот взагалі вас пошуковців чують науковці чують нас слышат научные люди мы в прошлом году в апреле месяце нас приглашали выступить на 11 конференции в исторической конференции вот она была на базе университета имени Гончара там выступали пласты всей нашей истории там рассказывали о очень многих интересных вещах и о Украине в средневековье Украине 20-х годов Украине современной и нам дали выступить нас очень внимательно слушали и мы были в программе то есть люди интересуются то есть не откидывают что у нас в Украине была война и что это она именно требует изучения что в истории нашей Днепропетровщины она так называлась эта конференция что история Днепровского надпорижья вот что мы занимаем тоже какую-то там часть Андрей буквально одним решением чи відчувает на собе пошуковцы идеологичный тиск нет абсолютно абсолютно что же Андрей я вам дякую за цю розмову нагадаю сьогодні мы спілкували с главой громадской организации пошук Днепро Андреем Бешко на все добре Днепропетровщины